Итак, я знаю, что вы хотите уже поскорее начать просмотр нового видео, но я сделаю короткое, небольшое объявление перед началом. Я кое-что задумал любопытное, но скажем так. Взята идея от стримеров свечов, которые периодично проводят мероприятия, только в формате видео. И ищу добровольцев для участия, как говорится, одного мероприятия. Для этого вам нужно иметь хороший микрофон и вебку, и желательно иметь дискорд. Так что, всех, кто заинтересовался, переходите по ссылочку в описании, в группу ВК и оставляйте на посту вашу дискорд, кто хочет поучаствовать в нашем задумке. Так что, надеюсь, вы мне поможете с одним делом, как говорится. А теперь, любуйтесь видео. Всем вас, братва и сёстры, так же гости канала. С вами Эликсбро, и сегодня мы посмотрим на игрушку под названием Оператор 112. Те, кто давно на канале, знают, что я уже снимал что-то подобное обзор, только Оператор 9.1.1. И сегодня я хочу сравнить 112. Насколько она изменилась, какую сторону, и есть ли в нём вообще разница. Ну что ж, давайте потестим с помощью кампании. Нажимаем кампанию и выбираем один из 3, 4, 5, 6, 7, 8 городов мира. Куда же мы пойдём, а? Давайте мы начнём с самой цивилизованной города мира. Эники, бэники, ели вареники. Выбираем мы с вами рандом. А куда же я хочу поехать? И выпал нам город Лондон. Лондон, будем проходить сюжет. Нам дают описание. И сейчас нам надо выбрать райончик. Давайте мы начнём. Знаете с чего? Вот с этого района. Или игра настаила, да, игра настаила, чтобы я начал Лондон Браунч оф Херриндж. Спального типа района. Тут короткое отписание про самый город. И сути смен, которые я должен выполнять. Я думаю на паузе вы прочтёте, как и я прочту при монтаже. Так что нажимаем начать. И выбираем сложность. Лёгкий. Для тех, кто не играл в 9.1.1 оператор. Меньше пришествия. Преступники слабые. Обычный. Рекомендован для тех, кто играл в 9.1.1 оператор. Что раз за проваленное происшествие Х2. Сложный. На 20% больше происшествий драк. Штраф за проваленное происшествие Х3. И эксперт. У меня паузы нет. Только автоматические сохранения. Штраф за превышение времени смены. На 40% больше происшествий драк. И штраф за проваленное происшествие Х4. Ну что ж, выбираем с вами обычный уровень сложности. Неполный хардбас, хардкор. И не сдался. И вот, как мы можем видеть, при загрузочном экране у нас рассказывают полезные советы, которые мы можем видеть. Так что, как говорится, пока идёт загрузка, читаем, познаём и соблюдаем правила меры безопасности. Как говорится, здоровье и жизнь превыше всего. О, можете читать на паузе, как говорится, познавать. Давайте проверим все советы, перед тем, как мы начнём игру. Сейчас убедимся, что все советы мы прочли. Ну, думаю, для начала сойдёт. Поехали, начинаем. Итак, Центр управления чрезвычайными ситуациями. Лондон, Европа. О, здравствуйте, вы пришли куда надо. Ох, кто, и сюжет поюз. Добро пожаловать в Центр управления чрезвычайной ситуации. Тут проходит вся операционная работа. Здесь можно сидеть за ситуацией во всём городе. Класс. А здесь ваше рабочее место. Можете надеть гарнитуру. Ага. Коротко расскажу, как пользоваться нашей системой. Ну давай, рассказывай. Вы смотрите на карту города и все доступные отряды. Ага. Ваша задача руководить отрядами экстренной службы. У полицейские синие иконки, у скорой белый, а у пожарных красные. Понял. Сначала дождитесь происшествия. Так, есть происшествие. Беру медиков и отправляю их. Принять. Так, давай немножко время ускорим на Х2. Так, пожарные пусть будут. Ну пусть они будут там, где им положено по службе. Так, тут пока у нас обучающий день происходит. Мне толком сейчас рулить не дадут. О, пожар. А пожар, это значит... А, упавшее дерево. Отправляю пожарных на это дело. Так. Так, что тут у нас раненое острым предметом. Идет лечение. Идет лечение. Все. Едут на базу. Замечательно. Замечательно. Так, тут решает пожарное... Павшее дерево. А, еще одно дело. Понял, сейчас решим. Так, еще медик нужен. Ты едешь туда. Да. Хотя... Стой. Сюда едем. 112, что у вас случилось? Здравствуйте. Я хотел бы... Кое-чем сообщить. Где вы находитесь? На складах. Грэд Норд. Ролл 268. О чем именно? Так, а пока я разговариваю, отправляю всех по заданиям. Как он выглядит? Тут, походу, кого-то мочит. Мужик. Обычный 30-летний мужик. В кожаной куртке. Я направляюсь к вам в скорую. Прошу, оставайтесь на месте происшествия. А, как иначе... Сэр? Сэр? Понял? Твою мать! Походу, еще полицию надо, старого дня. Полиция, закоп. Быстро. Быстро решаем проблему. Давай, давай, давай. Вови, вови приступника. Вовим, вовим. Как вы видите, уже динамичнее более стало. 112, чем 9-1-1. Как вы видите, динамика идет полным входом. Я так и знал, что я не зря полицию отправил. Так, они едут на базу. Ты едешь туда. Ты едешь туда. Ты решаешь этот вопрос. Ты перееедь пока в другое отделение. Разбалансируем силы. Ну, что ж, полусмены прошло и довольно успешно, скажу вам. Работа. О, звонок. 112, что у вас случилось? Аллоу. Говорит Ли Хейкс. Я охраняю сквад. Его адрес. The Avenue 100. Нас пытаются ограбить. Сколько грабителей? Я заметил троих. Сигнализация? На складе есть сигнализация? Да. Почему не активировано? Не уверен, что от этого будет толк. Почему это, сэр? Они убегут. Разве вы не хотите их поймать? Ладно. Жди. Полиция. Они рядом вроде бы. Хорошо. Буду ждать. До свидания. Так, полиция едет. Копы решают. А у нас медицинский экстренный вызов. Опа. Перестрелка. Отправьте дополнительную машину в скорую помощь на место происшествия. Не дайте преступникам сбежать. Понял. Отправляю. Да твою мать. Чё так резко медицинская помощь вам понадобилась? Ещё медики, вы чё, издеваетесь? Чё за обилие медиков? Так, тут, надеюсь, уже решают вопрос. Им ещё и на базу ехать. Да, они решают. Сейчас быстро доедут. И решат. Тут у нас идёт перестрелка. Ты едешь, народы. Опа, звонок, звонок. Надо принимать уже. Судя, что у вас случилось? Мы застряли лифти. Помогите. Адрес? Назовите адрес, мэм. Адрес. Коммон Вайл Роуд 170. Аварийная кнопка. А в лифте есть аварийная кнопка? Она не работает. Этаж. На каком этаже? Да ни на каком. Я застряла в лифте. Просто спасите нас. Вам нужно успокоиться. Ну и как не успокоиться? Здесь паникуют женщины. Сейчас скот не двину. Я вышлю вам пожарную. Хорошо, мы не отправляем к вам пожарную. На помощь пожарную. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Поспешите. Я долго не выдержу. До свидания. Они скоро приедут. До свидания. Так. Бабу успокоил. Превышение скорости. В смысле, нужна скорая? А возле вас кто? А, скорая не подъехала. Тю, блин. Так, двинься. Так. А ты чё бездельничаешь? Иди, решай вопрос. Ты тоже. Иди, решай вопрос. Смотрите, все расслабились прям. Дело не про ворот, а у них ворон считают. По крайне неостным предметам нападение с собаки. Нужны медики. Понял. Везу медиков. Ловите. Так, тут... Блин, мне надо больных куда-то отгрузить. Мне некуда будет пихать. Нападение с собаки. Вы серьёзно? Это сейчас мне так необходимо решить? Ладно, сейчас решу это вопрос. Так, тыкуп поехал туда, тыкуп поехал на базу. Так, отправляюсь, всё. Смену сдал. С горем пополам. Как-то миссию выполнили. У нас один раненый. Тут пожарную сигнализацию не решил. Превышение скорости не решил. Карманную кражу не решил. Собаке нападение не решил. Суман и лев частично решил. На уж. Вот такие пироги у нас получаются. После первого рабочего дня. На уж, я уже забыл, как это играть. Я на обзоре играл 9-1-1 лет два назад. Если это вы помните. На уж. Натворил я делов, конечно, такое себе. Так. У нас есть почта. Вот, смотрите. Почта от команды разработчиков. Что у нас тут ещё есть? Инструкции показаний. Первую помощь выисвали. И типа добро пожаловать на вакансию. Окей. Задачи. Давайте правильно инструкции по первой помощи. И сохраните положительную репутацию. Вот такие цели мне ставит руководство. Отряды. У меня в отряде... Потеря. Поэтому не надо нанимать персонал. Поэтому я найму... Опа... Тебя. Добро пожаловать, Бенджамин, на работу. И мне надо больше отрядов медиков. Поэтому добавить новый отряд. Отряд. А новый отряд, чтобы создать не надо денег. Куча. Да, давай скорую помощь. И попробую на остаток бабла нанять. Кого-то... Недорогого. А у меня это не получится. Да, я только одного медика смогу нанять. Такой себе я апгрейд сделал. Ну и давайте чисто для интереса попытаем счастье ещё в одной смене. Так что... Начинается у нас смена. Так. Уже медики нужны. Первый медик поехал. Создавая новый отряд, сначала должны выбрать транспортное средство. С тем назначить членов... Ага. Так, медик едет. Так, копы отправляем. Пока что начинаем разминочное. Наш в отряде медиков только один человек. Он будет одиноким отрядом лечить, пытаться спасать. Так, всё, работа пошла, аж да? Да, тут стягиваю штраф, тут уже вылечили. Так, тут я отправляю полицию. Тут уже всё стянули штрафы. И задания неуспешно выполняют. Так. Ну тут по намёку мне ещё копов надо делать. Так, пьяный в баре. Ну сейчас с толкашами будем разбираться. Сейчас будем с алканавтами решать вопрос. Главное не накосячить. Так, полицию я перевезу в другую отдел. Пусть они прокатятся. Ну пожарные пусть пока на эскотном позиции сидят и пердят. Так, ты поехал на работу. Высываю я тебя на задание. Тут у нас уже парни разбираются янчугами. Тут уже доставили, пока всё спокойно. Пока у нас всё хорошо. Так, а у нас идёт перестрелка. Попытка взятки. Выезжаем. Выезжаем. Будем останавливать взятничество. На звонок экстренный. 112, что у вас случилось? Срочно. Тут несчастный случай. Женщину сбила машина. Адрес. Где это случилось? На дороге Шокспир-Гарден-136. Как это произошло? Кажется, она просто вышла на дорогу и её сбила машина. Она отлетела и теперь лежит на смену. Что же мне делать? Она в сознании? Не думаю. Машина её сильно ударила. Мисс, вы меня слышите? Мне кажется, она без сознания. Банна, проверите, дышит ли она. Откиньте её голову назад, наклоняйте её, чтобы её рту наблюдать в течение 10 секунд. Вздымается ли грудная клетка? Эм, боже. Надеюсь, я не причиню ей вреда. Я ничего не слышу. Тут моя клетка не вздымает. Сэр, вы умеете делать СВР? Нет, не умею. Скорая помощь скоро будет на месте. Пожалуйста, оставайтесь рядом с жертвой. Хорошо. На этом всё. Я скажу, что нужно делать. Прошу вас следовать моим инструкциям. Хорошо, я внимательно слушаю. Опуститесь на колени рядом с верхней частью её тела. Положите руки на середину её грудной клетки. Одну руку над руку. А так, можно? Не, не, не нужно спросить её, согласен. Поверьте, согласен, на это у вас уже есть. Положите руки на середину её грудной клетки, на линию между её сосков. Хорошо. Что дальше? Мякс. Теперь нажимайте ни сграя руки, будьте осторожны, чтобы её не смылайте ребра. Логично. Хорошо. Ладно. Сделать так. Повторяйте до прибытия скорой, делайте. Сделайте 30... Когда надо идти на грудь 30 раз, остановитесь и ждите прибытия скорой. Хорошо? Хорошо. Пожалуйста, поторопитесь. Сороплюсь, как могу. Так, медик поехал. На всякий случай, я патрульный. По-моему, патруль уже не нужен. Пусть тут караулит. На подступок всего этого веселья. Медики уже тут, товарищи. Есть контакт. Так, медик поехал решать вопрос. Полиция. Понял. Выехала за вами полиция уже, не переживайте. Полиция сейчас всех порешает. Так, шо еще? Пожарные идут выяснять с поврежденным водопроводом. Все, полиция начала арестовывать. Тут медик начал лечить. Тут уже медик едет. Все отлично. Все, он едет на базу. Ну, пока все разрешается. Репутация поднимается. Итак. Задание выполнено. Отправляемся на базу. Так. Я не знаю, что быстрее. Я доеду до этого. Ты едь на базу. А ты едь забирай чувака с перевомом. У тебя место есть. Так, звонок. 112, что случилось? Меня зовут Майкл Миллер. Мне нужны пожарные по адресу Эстерн Роуд 263. Что произошло? У нас утечка газа. Я возвращался домой и почувствовал запах. Сэр, тут полно квартир. Сотни людей. Твою мать. Уверены, что это газ? Где утечка? На первом сэр. Она кажется... Запах идет сверху. Отправляю пожарных. Спасибо. Я поднимаюсь. Что? Моя сестра еще в квартире. Надо ее забрать. По пути я разбужу всех. Чего он у дум... Нет. Стойте. Вам нужно сейчас же покинуть здание. Ни за что. Там моя сестра. И много других людей. Надо их предупредить. Не вызовите... У вас есть председатель, что может вызвать искру Энн? Зажигалка? Вроде нет. Свет на лестнице. Гридли на лестнице свет. Да. Он включается автоматически. А что? Это может вызвать воспламенение. Если воздухи слишком много газа, то может вызвать воспламенение. Ничего же не случилось. И он уже горит. Я все равно должен помочь. Вам нужно покинуть здание. Пожарные эвакуируют всех сердцов, как только прибудут на место. И я не могу уйти. Там моя сестра. Это слишком опасно. Вы можете погибнуть. Я понимаю, что это опасно. Хорошо, мой папа. Все пожарные. Пожарные рискуют жизнями каждый день. Так что я это сделаю. Я обязан твою Хиросиму. Я поднимаюсь, люди! Выходите из здания сейчас же! Как бы ни бахнуло. Еберный. Так, шестой этаж. Я почти поднялся. Боже. Тут трудно дышать. Вам нужно бежать, сэр. Эмм, нету сэра больше. Еще звону. 112, что у вас случилось? Алло. Тут горит дом. Боже мой. Никогда такого не видела. Там внутри люди. Адрес... Адрес... Адрес эстернрот 263. Мы уже в курсе. Хотел бы мы уже знаем о пожаре. Хорошо. Здесь вы уже вызвали кого-нибудь? Такой ужас творится. Я могу еще чем-то помочь. Возможно, вы видели, как начался пожар? Такая жутка. Взрыв божий. На одном из верхних этажей огонь просто повалил из окон. Такой страшный был звук. Господи. Все эти люди. Понятно. На этом все, мэм. Пожарные скоро прибудут. Надеюсь, выглядит все просто ужасно. Все, спасибо, что освободил оленью. Тут копы едут за сумасшедшим водителем. Все, они поймали больного водилу. Я рекомендую. Так, пожарные, почему вы не доехали до места работы? Ё-моё, я вас... Я вас увозить, не понимаю. Ну, наконец-то. Тут же пожары. На, уже ситуация полная. А, тут все нужны. Понял. Направляю людей. Ты едешь дальше. Тут надоем помощь медицинскую. Так, коп едет туда. Этот возвращается на базу. А вот и единственный медик приехал. Ну вот, копы начинают кого-то спасать, вытаскивать. Медик единственный, который нанял недавнюю службу. Так, все, тут уже выйдет скоростного мэна. Тут арестовывают, тут коп занят. Так. Сейчас уже всем надают медпомощи. И прочее, прочее. Так, задание выполнено. Ты едешь туда. Ты заканчиваешь с арестом. И поскорее. Все, уволишь. Так, пожарный едет на базу. Звонок. Судя, что у вас случилось? Здравствуйте. Мне нужна скорая. Адрес. Где вы находитесь? Адрес Пэйтон Роэлс, 168. Я пытался снять своего катазберова на заднем дворе. И упал на спину. Там плохо. Так больно я еще не пытался встать. Можете двигаться? Можете встать? Кажется, нет. Посылаю скорую. Оставайтесь на месте. Ладно, пожалуйста, скорее. Так, скорая едет. Копы решают. Тут медики. Закончил. Медик закончил, кончил. Этот едет на базу. Но все плотно-плотно поработали. Да, тут коп едет добирать воду. Здесь вы можете проверить журнал, входящий радиосообщение. Угу. Та ё-моё. Сексуальное домогательство еще лучше. Тут надо скорее решать этот вопрос. Тут ли им долил воды. Тут идет оказание медицинской помощи. Ну, смена уже моя заканчивается. Я вроде все происшествия разрешил. Еще чуть-чуть осталось. Знание выполнено. Ну все. Это было последнее задание. Я с трудом верю, что еще вызов будет. Так, тут заканчивается домогательем. Все. Блин, первую помощь я провалил задание. Обидно. Так. Сбита машина женщины. Плохо разрешил. Тут разрешил. Тут, в принципе, я все вырулил, да? Доход 16 тысяч. Награды 0. Штрафов 5 тысяч. 7 тысяч на зарплату. 4 тысяч на обслуживание. 10 тысяч. Итого. Доход. И наш пожарник повысился. Поздравляем. Ну что ж, друзья. Вот такая у нас игрушечка была. 112. Разница была разве что в начале. Там типа сюжет был в компании появился. Типа добро пожаловать сюда. А дальше стратегический менеджмент. По ситуации, в которой смотришь, где и как кто нужен. И того подобное. Я не знаю. Я, скорее всего, думаю, что это будет чисто обзор. Но вы можете меня переубедить на прохождении. А именно, если будет бурная-бурная активность. Видов множества лайков. Просмотров. Ну и, возможно, расскажете своим друзьям про мой канал. То с радостью продолжим это снимать. Ну а с вами был Алекс Бро. Желаю всего самого наилучшего. Всем до встречи. И бай. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok